На юбилейном торжестве в местном Доме культуры было много цветов, улыбок и добрых слов в адрес коридной жительницы Трубинского Натальи Сергеевны Рейховской. Поздравляли ее коллеги по последней работе, сама она уже на пенсии, ее друзья. Участвовали и совсем близкие люди, ее муж, сестра, дочери, три внука и внучка. О самой ведомнице торжества даже и незачем было рассказывать о себе. Ее в Трубино все очень хорошо знают, в том числе и по искусным домашним поделкам. В фойе была развернута выставка с вязанными изделиями из шерсти. Наталья Сергеевна Рейховская родилась здесь, в местном роддоме, ей совсем юный, еще 16 не было, пришлось пойти на работу. Нашел каткасскую фабрику на самые простые специальности – шпульницы, сновальщицы. Совсем молодой девушкой вышла замуж, и семья стала для нее самым главным телом жизни. Но при этом не сидела дома, продолжала работать. Последние десятилетия своей трудовой биографии она уже сменный мастер на заводе по выпуску «Поролона», а в самом конце заведующая участком на колбасном производстве. Много времени отдавала работе, дом, вечерняя школа. Рано вышла замуж. Ну и как бы вот у меня дети, дети, дети. Две дочки у меня взрослые. А когда чуть-чуть дети подросли, видимо, отдушина, у меня, наверное, побольше появилось свободного времени. И хотелось, ну, вот я всегда говорю, я мечтаю наполнить мир красотой. На пенсии, когда появилось немного больше свободного времени, Наталья Сергеевна стала регулярно приезжать из своего поселка в центр района, в Щелково, в библиотеку семейного чтения, на занятия Щелковского литературного объединения «Слово». Так в ее жизнь вошла поэзия. На юбилейном торжестве звучали не только стихи, но и песни, написанные Натальей Рейховской в соавторстве с композитором Олегом Бакумом. Многие из них о том, что совсем рядом. Так одна из песен называется «Гроздья рябины». И, наверное, нет ничего ценнее, когда твой день рождения становится настоящим праздником для других людей, когда на твой юбилей спешат, чтобы сказать слова уважения и признания. Как и в старину, то есть руками вяжет шикарно, готовит. То есть она почтила у нас своими деликатесами. И что самое удивительное, несмотря на эту огромную занятость, у человека такая творческая натура, она пишет стихи. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».